Приветствую вас, уважаемые любители выпить. Сижу вот я никого не трогаю. Пью себе абсентик по чуть-чуть собственного приготовления. Заходите приготовить найдете у меня на канальчике, если еще не видели, не делали. Очень рекомендую. Главное не пейте много. А так аромат, вкус изумительный. Да, так о чем это я? Сижу и пью, никого не трогаю. А тут соседи песню про лошадей включили. Но это, знаете, над пропастью не ржи. Я думаю, вот он, вот он сон в руку. У меня ж на канале нет ржаной водки. Сбегал я быстренько в магазин и решил сделать водку не просто из ржи, чтобы потом ржать, а из ржаной муки, поскольку теория нам говорит, что чем зерновой элемент мельче, тем выход лучше. Вот купил я два килограммчика ржаной муки. Опять-таки больше вероятность по сравнению с рожью, которая продается на базарчике, что сюда никто, ну это, пипи не делал. Поэтому вероятность заражения патогенной флорой минимальна, что для нашего дела очень важно. Итак, берем муку. Затория, как всегда делаю, 1 к 4, то есть на килограмм муки 4 литра воды. В идеале, конечно, ну не в идеале, так говорят, что надо засыпать в теплую воду там определенной температуры для того, чтобы выход крахмала был максимальный. Но если муку высыпать в теплую воду, то вы же понимаете, тут будут такие какашечки, комочечки, которые нам не очень хороши для нашего дела. Поэтому я высыпаю в холодную воду для того, чтобы не было комков. Размешиваю до однородной массы, параллельно вот так. И ставлю на газ, постепенно закипячиваю и на небольшом огне варю. И вот так вот помешивая, чтоб минимально пригорела, а в идеале вообще не пригорела, доводим до кипения. Вот варится моя кашка на ржаной муке. Вот если перестану колотить, вот сейчас увидите, что она все-таки кипит. Видите, булькает, иначе варится. Но надо помешивать, иначе пригорит, потому что я как-то отвлекся, пока у меня все это закипало. И чуть-чуть пригорела, появился запашок вкусной корочки ржаного хлеба. Но поскольку не сильно горела я именно вкусный запах, то я думаю, это не страшно. И буду так варить, ну не знаю, кукурузную крупу я когда-то варил часа два-три. А поскольку это мука, то думаю, что вполне достаточно там 10-20, ну полчаса максимум. В общем, сколько мне, сколько выдержу, пока не надоест. Поварил я эту кашку где-то минут 20-30. Ну, посмотрим, думаю, достаточно. А теперь надо осахарить это дело. Осахарить можно либо солодом, как вы понимаете, либо ферментами. Я буду с ферментами. Хотите солодом, есть у вас солод. Было у меня видео про кукурузный самогон. Там подробнейшим образом рассказано, как это делать. Ну, а поскольку ферментами, то те ферменты, какие у вас есть или какие вы собираетесь купить, надо взять описание к ним и почитать, как это делать. В моем случае надо охладить вот эту кашку до градусов 80. Охлаждать принудительно не буду. Пусть, как говорится, доварится, настоится. А как будет, градусов там приблизительно 80 в этой кашке. Увидим, что делать дальше. Остыло сусло мое до 80 градусов и вношу первый фермент для разжижения. Вот влил. Нормы берем, согласно инструкции к ферменту, расколотили и ставим где-то на полчаса-час для разжижения. При этом, что касается имеющегося у меня фермента, желательно, чтобы температура в этот период была 70-80 градусов. Остыло сусло до 60 градусов и пришло время вносить фермент уже для непосредственно для превращения крахмала в сахар. Для того, чтобы из этого прекрасного сахара получить прекрасный спирт. Вот вносим фермент второй, глюкомилазу, размешиваем и в случае с моим ферментом оставляем снова на 30-60 минут для осахаривания при температуре 55-60 градусов. Но, а я оставлю это гораздо на большее время, пока не остынет это сусло до градусов где-то 35-40, точнее 35-38, чтобы уже можно было вносить дрожжи. Ура, товарищи! Сусло остыло, развел я дрожжи и вношу эти дрожжи в сусло, перемешиваем, ждем пока забулькает. Ну, для наблюдения за брожением, естественно поставлю гидрозатвор. Итак, уважаемые мои любители, выпить прошли сутки, брожение идет полным ходом, что можно видеть под гидрозатвору, бульбенит прекрасно. Ну и это показатель того, что все было сделано правильно. И в принципе можно дождаться окончания брожения, потом перегнать и получить, перегнать два раза конечно же, чистейшую ржаную водку. Ну вот сутки прошли и как-то стало грустно, хочется как-то продолжить, что-то хочется делать, не хочется останавливаться на достигнутом. И решил я продолжить. Каким-то образом увеличить количество водки, но при этом не теряя во вкусе и не мучаясь с новой заваркой, запаркой ржаного сырья. Взял я один килограммчик и 250 граммчиков сахара, растворил их в водичке. Вот можете понаблюдать, как прекрасно бродит сусло, просто прекрасно бродит, булькает, булькает, так красиво аж хочется его выпить. Да, так вот, растворил я сахар в воде и эту воду сладенькую вылью сюда. Естественно, добавлю подготовленные заранее дрожжи, для того, чтобы брожение не тормозилось, а дальше продолжалось активно. Вот дрожжи, вылил сусло и выливаю сюда сиропчик. Опять-таки с гидрозатвором 1 к 4, но количество вы видите в рецептике. Теперь закрываем это все и продолжаем наблюдать за брожением. Прошла неделя, в прошлое воскресенье поставил, в понедельник сахарку добавил, сегодня снова воскресенье. Ну и вчера еще так булькало вроде бы, а сегодня уже практически не булькает. То есть показатель того, что там раз в минуту может булькнет, это значит, что теоретически все перебродило. Сейчас посмотрим. Ну в принципе да, это остаточные бульки, которые уже углекислый газ выходит, который там внутри сидит, но брожение очевидно завершилось. Сейчас даже возьму ложечку и попробую на вкус. Пахнет хорошо. Здесь сплошная углекислота, то есть прям вроде как лимонад нюхаешь, в нос бьет. По вкусу, сейчас проверим. Ой, хорошо по вкусу перебродило. Сладости нет вообще ни грамма. Конечно можно было бы оставить еще на пару деньков там вынести на холод, чтобы осело, осветлилось. Но все дело в том, что сегодня есть время гнать, а завтра послезавтра неизвестно или будет. Так что буду работать. Сливаю часть в куб, ну дальше вам покажу. Прошла первая перегонка, вот как видите получился такой странно мутный напиток, но это не страшно. Зерновая брага, а тем более у меня здесь она из муки была, очень сильно пенится. Поэтому вначале пошла вот эта мука мути попала в продукт. Но это не страшно, вот второй перегонкой это все исправит. Ну вот получилось у меня где-то 39, правда погрешность конечно из-за мути у спиртометра. Но в принципе вот показывает 39 процентов спирта. Общий объем с 8 литров браги у меня 2,150-2,200. То есть в принципе выход довольно нормальный. Поэтому остается перегнать еще раз и попробовать. Перегнал я, сделал второй перегон водочки из жжаной муки. Как видите она стала светленькая, прозрачненькая, красивенькая. При перегонке в кубе мука чуть-чуть пригорела, совсем чуть-чуть. Ну как бы не сильно, так что не страшно. А это еще при первом перегоне было. Вот при втором все прекрасно осветлилось. Разбавил я это дело до градусов так сорока. Прошли сутки, пора пробовать. Ну, ваше здоровье. Хорошо. Ну что я могу сказать, пока налил вторую рюмашечку. Запах у этого напитка совсем не такой как у сахарного самогона. Есть какие-то такие интересные ароматы какой-то растительности. Я бы сказал даже какой-то соломы. Что касается вкуса, сама водка такая немножко жесткая, немножко рисковатая, немножко обжигающая, но в принципе так и должно быть для ржаной водки. Но это не противно, это приятно. И сам вкус, я бы сказал, может быть даже какой-то сладковатый, хотя это наверное сахара то здесь нет. Какой-то такой обманчивый эффект. Но присутствует вкус именно такого растительного приятного сырья. Опять-таки я бы сказал вкус какой-то такой слегка обожженной соломы. Ну, может быть вот эта обожженность добавила, потому что при первой перегонке чуть-чуть пригорела брага. Но это очень интересно, очень приятно и как на мой вкус очень вкусно. То есть мне нравится все, что могу сказать. Так что рекомендую. Делайте, гоните, перегоняйте. Конечно, если у вас обычный самогонный аппарат, как у меня без всяких там примочек, парогенераторов и так далее. И вообще, если перегоняете какую-то зерновую брагу, особенно из муки, наливайте поменьше. Потому что сильно пенится и видели при первом перегоне, что получилось. А это все-таки безопасность. Не дай бог, взорвется как ёб. Ну, в смысле, как бабахнет. Безопасность должна быть на первом месте. В общем, ваше здоровье. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и будет вам счастье с ржаной водкой и не только. Кстати, вот на закусь хотел попробовать бурячок, который у меня простоял уже чуть подольше, квашеный. Он стал вкуснее, вкуснее. То есть, чем дальше он даже в холодильнике стоит, пропитывается соками, квасится. Даже стал в чем-то похож на соленые огурцы. Ну, в общем, дальше тут жмашечку продегустирую и будет мне счастье. Всем пока.